Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Джукаев и сегодня в программе. Сегодня по всей стране отмечают День государственного флага России. В рамках празднования данного события в зале торжеств Дворца культуры города Черкеска глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов вручил паспорта 27 учащимся школ республики, отличившихся в учебе, спорте и творчестве. На мероприятии побывал и Алихан Лепшоков. Быть гражданином сильного и могучего государства России – огромная честь, отметил глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов, открывая торжественное мероприятие. 27 школьников сегодня станут полноценными гражданами страны. В День государственного флага России получение паспорта – это большое и знаменательное событие в жизни каждого молодого человека. Дорогие ребята, вы – наша гордость и смысл нашей жизни. Все, что мы делаем, делаем для вас. Всегда помните, что вы живете в огромном и могучем государстве с богатой историей и культурным наследием. А его флаг – это флаг сильной страны, быть гражданином которой – огромная честь. Я вас всех еще раз поздравляю с этим знаменательным событием. Хочу вам пожелать быть самыми умными, самыми сильными, самыми красивыми и успешными. Паспорта граждан Российской Федерации получили учащиеся школы, отличившиеся в учебе, спорте и творчестве. После все молодые люди произнесли клятву гражданина России. Мы – юные граждане нашей страны. Получив паспорт гражданина Российской Федерации, мы торжественно клянемся с честью и достоинством носить высокое звание гражданина России. Клянемся своей учебой, поступками, укреплять авторитет и доброе имя нашей национальной Карачаевой Черкесии. Паспорт является билетом во взрослую жизнь. И сегодня у нас все возможности, чтобы быть достойными людьми нашей страны, отмечают виновники торжества. Сегодня было очень весело. Я очень рада, что я наконец-то получила паспорт. Это такая ответственность. Я этому очень рада. Это, по сути, вход в взрослую жизнь. После для юных граждан страны был организован небольшой концерт с участием детских творческих коллективов и известных артистов республики. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вместе Карачаева, Черкесия. Ну а в Карачаевске, по сложившейся уже традиции, городская администрация ко дню флага России организовала автопробег с восхождением на Клухорский перевал. Участники экспедиции развернули бело-синий-красный стяг на высоте 2782 метра над уровнем моря, где не только земля, но и воздух пропитан духом славы воинства нашего Отечества. Ахмат Халкевич продолжит тему. Организовывать восхождение на Клухорский перевал ко дню российского флага для администрации Карачаевского городского округа стало уже доброй традицией на протяжении последних семи лет. Единственным отличием этого года от предыдущих было то, что помимо флага России, вознаменование векового юбилея Карачаевой Черкесии, участники акции также развернули флаг республики и полотнище с символикой специальной военной операции на Украине в знак поддержки наших военнослужащих и главы нашего государства. Мы сюда поднимаемся, где флага России, для того, чтобы почтить память защитников перевалов Кавказа, почтить своим вниманием те славные страницы нашей истории, нашего государства, когда фашистские захватчики были оттеснены, сброшены с вершин Кавказа. И в принципе с этого момента уже начинается переломный момент по всей стране. В горах случайных встреч не бывает, в чем еще раз увиделись участники восхождения и автопробега патриотического-добровольческого проекта «Река памяти» из Краснодарского края. Незапланированная встреча с единомышленниками из соседнего региона оказалась довольно интересной и продуктивной. Стороны договорились о сотрудничестве и взаимодействии в организации мероприятий, приуроченных 80-летию освобождения Кавказа от фашистских захватчиков. Я, конечно, горд вместе с вами вот здесь помнить, эту память нести. Плохие люди давно объединились, пора объединяться хорошим людям, растить нам смену. Вот тех маленьких юных, начиная с детского садика, вот мы в Зеленчуке встречались в музее с детьми. Удивительно смотреть на этих маленьких детей, которые потихоньку узнают, что самые лучшие солдаты – это здесь воевавшие. Кулхурский перевал для восхождения ко дню флага России выбран не случайно. Именно здесь осенью 1943 года шли одни из самых тяжелых и ожесточенных сражений по освобождению главного Кавказского хребта от фашистских захватчиков. Каждая пять земли, каждый камень и величественные скалы Кулхуров помнят и хранят память о героизме своих освободителей. Акция – это признание того мужества, долга, героизма, патриотизма, который проявили наши ребята в те суровые годы. Вместе, как советские войны отстаивали, как я еще раз сказал, независимые нашего государства. И мы тоже, объединившись, должны продолжать эту, не забывать эту память о нашей великой победе. Ахмад Халкищев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева-Черкесия, Кулхурский перевал, российско-абхазская граница. И сегодня в Черкесске в день государственного флага России состоялось торжественное принятие гражданства России. 11 человек из Донецкой и Луганской народных республик, а также из освобожденных районов Украины принялись присягу гражданина Российской Федерации. Торжественная церемония была организована в Министерстве внутренних дел по Карачаевой-Черкесии. Внужденные переселенцы поклялись соблюдать Конституцию и законодательство России, права и свободы ее граждан, уважать культуру, историю и традиции. Новые граждане страны получили главный документ из рук министра внутренних дел Олега Мальцева. Вас поздравить с этим знаменательным днем, тем более он совпал еще и с одним символическим днем, флага России. Ну вот в присяге, которую вы говорили, там есть два ключевых слова – добровольно и осознанно. Надеюсь, что сегодняшний шаг вы действительно осознали и сделали его добровольно. Никто вас силой сюда не загонял. Но раз уж вы стали нашими согражданами, то мы надеемся на ваше участие во всем том, что делает Россия. Еще раз вас поздравляю. Здоровья вам, удачи во всем. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карчаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. В днем, в горах, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью порывы 11-14 метров в секунду. Днем 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. В горах местами плюс 7, плюс 12. Днем плюс 28, плюс 33. В горах местами плюс 20, плюс 25 градусов. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью порывы 11-14 метров в секунду. Днем 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 30, плюс 32 градуса. Ортопедический салон предлагает средства реабилитации, изделия для позвоночника и суставов. Компьютерная диагностика стоп, изготовление индивидуальных стелек. Детская и взрослая ортопедическая обувь. Черкесск, улица Кавказская, 37. Торговый центр «Панорама». Только до 4 сентября. В Кисловодском цирке. Сулги и рация. Шанная сказка. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов провел рабочую встречу с новым начальником пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии Андреем Самороковым, который был назначен на эту должность указом президента России и уже приступил к службе. У Андрея Георгиевича серьезный послужной список в разных точках страны от Дальнего Востока до Ленобласти. Убежден, что он сможет применить свои знания в организаторской деятельности с выполнением поставленных задач по защите государственной границы и у нас отметил Рашид Темрезов. Между органами госвласти Карачаева-Черкесии по Грануправлению налажено тесное взаимодействие. По Грануправлению активно участвует в жизни республики. Его сотрудники вносят большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. В Черкесии состоялось долгожданное для жителей республики событие. После капитального ремонта открылся футбольный стадион «Нарт». Участие в торжествах приняли несколько тысяч человек, в том числе более десятка легенд отечественного спорта из московского «Спартака». За мероприятием в честь столетия Карачаева-Черкесии наблюдал и наш корреспондент Артур Мкце. В столицу Карачаева-Черкесии возвращается большой футбол. И первый шаг в этом направлении был сделан открытием республиканского стадиона «Нарт». О том, насколько важным для жителей региона стало это событие, говорит количество пришедших на трибуны людей. Причем зрители занимали места задолго до начала мероприятия. Праздник я хочу пожелать всем, чтобы все насладились футболом и спортивным зрелищем. Но таких мероприятий давно здесь не было? Ну, открытие стадиона, да, все давно ждали. Вот наконец-то он откроется и надеемся, что такие мероприятия будут все чаще и чаще. Все вот в ожидании чуда на самом деле. Столько лет этот комплекс великолепный «Нарт-стадион», на котором мы все выросли, был закрыт на реконструкцию. Теперь вот сегодня будет фурор открытия его. Пока зрители наблюдали за последними приготовлениями к праздничному мероприятию, глава республики Рашид Темрезов вместе с выдающимся российским тренером по футболу Олегом Романцевым оценили качество ремонтных работ в потрибунных помещениях и комфорт для занятий в различных секциях. Здесь же расположилась фотовыставка «Спортивная гордость Карачао-Черкесии». И вот звучат фанфары, и на беговые дорожки выходят около одной тысячи воспитанников спортивных школ республики. Затем над футбольным полем стадиона «Нарт» впервые после длительного перерыва поднимаются государственные флаги. Приветствую всех любителей спорта, тренеров, спортсменов и гостей на замечательном мероприятии открытии главного стадиона республики «Нарт». Как отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, путь в большой олимпийский спорт начинается в детстве. Он начинается на таких стадионах, в спортивных комплексах и на спортивных площадках. Развитие спортивной инфраструктуры – один из государственных приоритетов в нашей стране и в нашей республике. Республиканский стадион «Нарт» стал одним из примерно 150 спортивных объектов, открытых в Карачао-Черкесии в последние годы. Сделанное в регионе для популяризации здорового образа жизни оценил и заслуженный тренер России. Действительно, до слез. Завидно вам, молодежь. Это взрослые, это руководство вашей прекрасной республики, это ваши родители, братья и сестры сделали такой сумасшедший подарок. А ваша задача, чтобы эти все спортивные объекты никогда не пустовались. В 2022 столетие со дня основания отметил и футбольный клуб «Спартак», пользующийся большой популярностью у миллионов болельщиков, в том числе в нашем регионе. Поэтому выбор первого противостояния на зелёном газоне обновлённого стадиона можно считать идеальным. На поле легенд красно-белых и сборную Карачао-Черкесии вывели юные воспитанники футбольных секций республики. Сам матч прошёл в увлекательной борьбе. Несмотря на то, что напротив была куда более мастеровитая команда, именно хозяева забили первый гол в новейшей истории спорткомплекса. Это сделал ворота легендарного вратаря Рината Досаева воспитанник Нарта Хасан Мамтов, на счету которого также выступления за клубы российской премьер-лиги. Затем гости перехватили инициативу, забив два мяча в излюбленной спартаковской манере, с забеганиями и стеночками. После пятнистая сфера ещё несколько раз оказывалась в сетке ворот обоих соперников. В итоге хит-триком в протоколе отметился автор первого гола Хасан Мамтов. Ещё один на счету Олега Мальцева. Игра не оставила равнодушно никого из находившихся на трибунах болельщиков и завершилась боевой ничьей 4-4. Так была написана новая глава в истории республиканского стадиона «Нарт», на котором в скором времени начнёт выступать в одном из дивизионов одноимённая профессиональная футбольная команда. В рамках празднования Дня флага России сегодня прошёл мотопробег, стартовавшийся от городского Дома культуры Черкесска. Дальше он был организован членами мотоклуба республиканской столицы «Голден Иглз». Байкеры российским триколором проехали по маршруту Гутякулова, Демиденко, Ленина, Савропольской и до стадиона «Нарт». По словам участников мотопробега, подобные акции сплачивают любители мотоспорта и популяризируют любовь к государственной символике и их истории страны. Мы решили сделать мотопробег, провести по местам боевой славы, скажем, по памятникам города Черкесска. Посетим памятники и провезём по городу флаги, чтобы все видели нас, знали, какой сегодня день, праздник. Тема патриотизма, она для нас не сторонняя, то есть мы хоть и байкеры, хоть и неформальное движение, но мы живём в России, мы её граждане, мы хотим это показать, продемонстрировать, что мы с народом. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите «Вечер с Вадимиром Соловьёвым». Вечер с Вадимиром Соловьёвым.